ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И они выступают в роли главных ньюсмейкеров. Им предстоит сегодня рассказать о событии, о новости, которые, по их мнению, достойны внимания в прямом эфире телеканала «Беларусь-2». Уже месяц люди, которых вы видите сейчас на экране, проходят мастер-классы, выполняют задания от наших спикеров и обучаются телемастерству. Мы поставили перед собой большую задачу – найти среди этих молодых, креативных, талантливых ребят нового ведущего проекта «Пинкот». Кто-то из них, вполне возможно, добьется этой цели. Но перед тем, как мы начнем изучать их новости, лучше с ними опять знакомиться. Хочется, чтобы вы сейчас проанализировали абсолютно все прошлые недели. Как каждый из людей, который сидит с вами на одном диване, выполнял домашние задания, ввел себя в эфире. И чтобы каждый из вас назвал имя человека, который, по вашему мнению, должен покинуть проект и объяснить, почему. Пожалуйста. Какие интересные вопросы в первую минуту мероприятия начинаются. Я даже не знаю. Я не готов ответить на этот вопрос. Возможно, в конце. Надо сейчас. Надо сейчас. Ну да, будем самокритичными. Я. Хорошо, спасибо. Таня. Как все справились? Мне кажется, у всех был переменный успех. У кого-то хорошо, у кого-то плохо. Но я, наверное, тоже не смогу ответить, кого бы я выгнала. Потому что у всех было хорошо и плохо. Ну, не знаю даже. То есть вы заняли позицию, что моя хата с краю. Но постарайтесь все-таки назвать человека. Я не самокритична, но я, например, не вижу, кто бы мог вот прямо сейчас уйти. Хорошо. Эмилия. Мне очень понравились задания. Ну, конечно, все еще учатся, поэтому у всех не очень получается. По поводу ухода. Я еще не очень разобралась во всех, и я хочу еще немножко поинтриговать. Зато мы разобрались. Пожалуйста, дальше. Вот, сейчас было бы так хорошо ответить, кто бы мог уйти. Но я тоже затрудняюсь дать ответ на этот вопрос, потому что, ну, честно, у всех были какие-то взлеты, падения, хорошие, плохие задания. Ребята, я понял, что кто из оставшихся самый смелый и может назвать имя человека? Мне кажется, что на прошлой неделе большой взрыв был прям бум у Оли, потому что она действительно сняла хорошее видео. А из тех, кому нужно уйти, мне кажется, что слабое видео самое слабое было, к сожалению, у Эмилии. Посмотрим, согласна ли наша авторская группа с твоим мнением. Напомню, что по результатам мастер-классов и домашнего задания мы всегда даем один иммунитет. И на прошлой мастер-классе был ваш спикер я, поэтому я посмотрел домашние задания. И по моему субъективному мнению, лучшее домашнее задание было у Эмилии. Эмилия, ты получаешь иммунитет, независимо от того, чье имя находится в этом конверте, ты остаешься в нашем проекте. Но совсем скоро этот конверт мы вскроем, и это сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Оставайтесь с нами. В прямом эфире на телеканале «Беларусь-2» молодежный интерактивный проект «Пин-код». В пятницу мы знакомим вас с претендентами на, возможно, ребята, которые попадут в команду «Пин-код». И вот, возможно, сейчас в студии находятся именно они. Лухаина Таня и Карабан Даниил. Привет, ребята. Всем привет, привет. Ну, как вам домашнее задание, которое вы получили на прошлой неделе? Расскажите, что за идея была. Честно рассказать? Да, я сам себя подставил. Я молодец, я зайка-лапочка. Я сам себе выбрал вольвеолога, как я очень громко кричал, что я его хочу. А в чем было задание? А, в чем было задание? Задание было записать интервью с человеком профессии 21 века. Таня, твои мысли? Оказалось, что мне работать с людьми не так просто, как с техникой. И вот мне пришлось поднапрячься, чтобы с людьми сработаться и взять интервью. Это было для меня неожиданностью. Дополнительным заданием для вас было найти новость, которая на просторах интернета достойна внимания для наших зрителей. Я предлагаю перейти к самому главному. Таня у нас будет начинать. Тань, приглашаю тебя сюда, почувствовать себя ведущей проекта Пинкод и рассказать зрителям новость, которая, по твоему мнению, достойна внимания. Так, новость. Это актуальная, связанная с учениками и школой. Я учусь в школе. И вот в 2020 году на одного учителя в сельской местности приходилось 5 учеников. А в городской местности целых 11. Я вообще не представляю, как можно любить работу и свое дело настолько, чтобы взять, поделить себя на 11 частей и раздать каждому по частичке своей души. А иногда и даже больше частей, потому что детей-то в классе бывает и по 30 человек. И вот если вы бежите на урок с радостной улыбкой на лице, то вы счастливчик, и я вас поздравляю. И я вот бегаю, потому что меня, преподаватели, учат в школе не только школьным предметом. И об этом мой сюжет. Привет, ребята. Меня зовут Луханин Татьяна. И профессия, представителям которой мне предстоит задать несколько не банальных вопросов, это учителя жизни. А именно лайф-коуч. И кто может сыграть лучше, чем мои родные педагоги в моей родной гимназии? Сегодня мы остановимся на педагогах. Это Анна Анатольевна. Она рассказывает мне, какие ягодки в походах есть ни в коем случае нельзя, и какие корешки могут спасти мне жизнь в случае чего. Анна Анатольевна, скажите, пожалуйста, в вашем шкафу есть скелеты? Ну, тайны есть у всех. Хорошо, а тогда правда ли говорят, что дети на уроках вас слушают только потому, что рядом с вами стоит скелет? Нет, с чего вы взяли глупости? Дети меня слушают, потому что я обаятельная, я люблю свой предыдущий. Дань, ты на самом деле молодец, подвязала лайф-коуча в виде преподавателей, да, и мы зачитали тебе это. Дань, что ты думаешь по поводу новости, что в Беларуси на одного городского учителя в минувшем году приходилось один учитель? Это много или мало? Я хочу сказать как учитель, который работает в школе, что на самом деле так оно и есть. Очень много детей, очень много. А как ты работаешь учителем в школе? Ну так, выкладываю русскую новую литературу. А, вельми добро. Тогда предлагаю тебе поделиться своей новостью, выходи к нам, посмотрим, что ты нашел на просторах интернета, и это будет подводка к твоему домашнему заданию. Да, у меня очень важная тема, очень актуальна. На самом деле, в последнее время мы все знаем, что каждый хочет выглядеть стройным, подтянутым, здоровым, красивым, сияющим человеком. Что для этого нужно? Вот Жан знает, Жан так это по своей жизни и делает. Он занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Правильно? Не имеет вредных привычек. Вот мы видим, как выглядит здоровый человек без вредных привычек. Вот, и этим я хотел подвести к разговору с вальвеологом. Кто это такой, узнаем из сюжета. Сегодня в молодежной программе «Пинкод» мы познакомимся с вами с профессией 21 века, а именно с врачом-вальвеологом. Зададим ему все интересующие нас вопросы и подчеркнем для себя что-то новое и интересное. Итак, сегодня в студии у нас врач-вальвеолог Диана. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим зрителям, а где же можно получить вот такую профессию, где надо учиться, чтобы стать врачом-вальвеологом? На данный момент в белорусских государственных вузах не присваивают такую квалификацию, как вальвеолог. Но мы можем закончить медицинское учреждение образования или получить биологическое образование. Потом пойти в институт переподготовки после дипломного. И на курсе вальвеологии уже получить такую квалификацию, как врач-вальвеолог. Для того, чтобы оценить домашнее знание ребят, у нас в студии уже появился мой коллега Герман Малышицкий. Человек, который разбирается, как снимать сюжеты, как их делать. Пожалуйста, что ты думаешь по поводу домашних заданий ребят? Ну, на самом деле, я скажу, что интервью – это сложный жанр, потому что очень много вопросов может возникнуть. Ведь здесь не все от вас зависит. Здесь очень много чего зависит от человека, с которым вы общаетесь. Но что касается тех работ, которые мы видели, Таня подошла креативно, шла, рассказала. Мне понятно, куда она идет, зачем она идет и так далее. Что касается самого интервью, я не понимаю его темы, какая тема, то есть о чем это интервью было? Ну, там вот была подводка, что, ну, я рассказывала, что люблю походы, и вот там мне моя преподавательница, учительница рассказывает, что меня может спасти в лесу, с чем я могу выжить. Это хорошая подводка. В интервью мы, конечно, особо-то не увидели интервью на эту тему, да. Но ты, на самом деле, правильно сделала, что у тебя есть тема. Вот я не зря задал этот вопрос для того, чтобы понимать, есть тема или нет темы. Тема есть, и это хорошо. Но что касается интервью, мне кажется, что здесь нужно было как-то лучше готовиться, задавать вопросы, которые тебе самой интересны. Мне казалось, что тебе не очень интересно слышать то, что тебе отвечает человек. Потому что вообще самое главное – это не задавать вопросы, да, человек ответил и идти дальше, а пытаться разобраться. Хорошо. Что по поводу домашнего задания от Даниила Карамана? Это эпик фейл. Сразу скажу, потому что, как еще называется, вальвеолог. Когда мы идем к вальвеологу, какой самый главный вопрос, первый, должен у нас возникать? Какой? Может, сейчас исправишься? Я. Можно? Жанн? Пожалуйста. Чем занимается вальвеолог? Кто такой вальвеолог? Здесь сидят десятки глаз сейчас за студией. Я думаю, у экранов тоже тысячи людей, которые не понимают, зачем мы посмотрели только что минуту и потратили минуту своей жизни. Кто такой вальвеолог? Получилось интервью, очень короткое интервью. Где учится вальвеолог? В институте. Где может работать вальвеолог? На разных работах. Спасибо за интервью. А чем занимается? Очень коротко. Непонятно. Вот эти лайфхаки. Вот эти лайфхаки. Я вот такой статист, который занимается здоровьем. Да. И самый главный косяк, сняли вы это в театре. Молодцы. Просто. Вот эти лайфхаки, ребят, запоминайте, Герман действительно знает, о чем говорит. Снимайте врача в театре. Да. И прямо сейчас мы предлагаем посмотреть еще одну порцию лайфхаков от наших корреспондентов. Внимание. Всем привет. Меня зовут Саша. Сегодня я покажу, как сделать классный сувенир из обычного полотенца. Да, да, да. Вам не показалось из обычного полотенца. Получится такой милый медведь, который станет практичным и красивым дополнением к подарку. Нам понадобится махровое полотенце. Оно может быть большим, может быть и маленьким. Все зависит только от вас. Три резиночки. И одна ленточка, которой мы украсим наш подарок. Если ты думаешь, что это сложно и долго, засекай время и смотри внимательно. Разложи полотенце на чистой и ровной поверхности. Скрути вот в такой рулон. Сначала один его конец, а затем второй. Придерживай рулончики. Осторожно перекрути полотенце. И сложи его таким образом, чтобы нижняя часть была немного длиннее верхней. Вот так. С помощью простой резинки сформируй голову Мишки. И верхние лапки медвежонка. И осталось сформировать уши. Как это сделать? Очень просто. Несколько раз перетяни резинкой каждое ухо медвежонка. А на шею повяжи красивую ленту. Осталось красиво оформить медвежонка в праздничную упаковку. И подарок готов. На этом у меня все. С вами была Саша. И помните, что при желании можно даже самую обычную вещь преподнести так, что память о ней останется надолго. А вот какие лайфхаки использовали следующие участники реалии для того, чтобы подготовиться к этому эфиру, сейчас и узнаем. Ганжур Аня, Санкович Оля и Лебедев Данила. Привет. Здравствуйте. Давайте для начала обсудим вот сюжет. Какие лайфхаки вы только что видели? Что скажете по поводу этого? Медвежонок был очень милый. Так. Я скажу о том, что на самом деле, когда ты делаешь подарок своими руками, это запоминается и ценится больше всего. Но итог скажу, не знаю, полезно кому-нибудь знать это или нет, но я умею делать только курицу из полотенца. Вам девочка-то понравилась, которая сюжет? Конечно. Конечно. Вот, самое главное. Да, дочка Германа. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Аня, что ты скажешь? Что цена подарка не так важна, и получить что-то, сделанное своими руками, то, на что ты потратила время, силы гораздо ценнее и гораздо полезнее. Ну вот, насколько много времени ты потратила на подготовку своей новости, мы сейчас и узнаем. Приглашаем тебя. Ты у нас первая имеешь возможность побыть частью проекта Пинкод и рассказать о событии, которые, по твоему мнению, достойны внимания всех зрителей. Тешмат людей заразт разговляют на белорусской мове. А як сучастная молодь до их ставится? Мне посчастило взять интервью у блогера, який знайомит свою аудиторию с культурой и историей Беларуси народной мови. Який он справляется с хейтом? Ци потребна профессийное обсталявание, и на угол ци потребна ведать свою историю и мову. Усе отказы увидеем. Очень много молодых людей увлекаются блогингом, и на ютубе можно найти огромное количество контента. Собственно, что самое сложное в работе, почему не получается у всех? Вельмешмат сумневал ци потребна к этому заниматься. Потому что, когда ты хочешь этим заниматься, то варто забыть на прогляды, варто забыть на чуёстые меркования, и просто робить. По-другому, вельмешмат вагань у людей, что кто в это уголе будет глядеть, где знать аудиторию. Знаешь, варто не бояться, просто робить, аудитория сама знайдится. Приемно, что родная мова присутнейшая. Герман, какой твой фидбэк по поводу домашнего задания? Мне понравилась новость, мне понравилось, что есть проблема, потому что, когда ты идёшь к человеку-блогеру, я возьму интервью у блогера. Ну, отлично, а тема интервью какая? Что ты хочешь у него узнать? Ты пришла с конкретной проблемой, это классно. Мне понравилось, что ты слушала собеседника. И на самом деле здесь просто твоя задача была не задавать вопросы, на которые, в принципе, ты уже знаешь ответы. Не задавать слишком общие вопросы, где найти аудиторию. Везде. Ну, этот ответ тебе ничего не даёт. Поэтому, когда ты задаёшь вопрос, ты должна получать те данные, которые тебе реально интересны и нужны. А вопрос, где найти аудиторию, там, ну, мне кажется, что это немножко не об этом было интервью. Интереснее было просто узнать мнение и мысли человека, чтобы ему самому надо было подумать об этом. Я соглашусь. Ребята, а что вы скажете в тему того, вот белорусский язык? Да. Насколько он востребован у молодёжи? И, возможно, почему современные подростки мало говорят на родной мове? Я не соглашусь, что современные подростки мало разговаривают на белорусском языке. Сейчас это стало очень модно, популярно, разговаривать на родном языке. Я часто еду в метро и слышу родную мову. Не знаю, я знаю о том, что есть такие школы на белорусском языке, там, где ребята разговаривают на нашем родном языке. Но, как бы, вот в Минске я не знаю таких школ. То есть, может быть, из-за этого, если бы школы сделали на белорусском языке, то тогда, конечно, язык бы наш более-менее был хороший. Существовал. Да. Ань, давай перейдём к тебе. Твоя новость, которую ты поделишься со зрителями. Выходи сюда. Пожалуйста, эфирное время телеканала «Белоруси-2» принадлежит тебе. А, ну, кстати, идёт эфирное время-то. За последние годы в Белоруссии начались строить всё чаще площадки с турниками. На первый взгляд может показаться, что это площадки для детей, однако на самом деле это специализированные площадки для воркаута. Сейчас модно заниматься воркаутом и нашим любимым паркуром. О том, что такое воркаут, вы можете узнать в интернете. О том, что же такое паркур, мы с вами услышим прямо сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, с вами сегодня снова Анна. Мне осталась очень интересная и необычная профессия – трейсер. В простонародье их ещё называют паркуристы. И сейчас мы с вами перенесёмся в мир паркура. Есть ли какие-то физические критерии, по которым человек может заниматься паркуром? Ну, вообще нужна минимальная растяжка хотя бы, чтобы у человека было неплохое телосложение. Ну, хотя бы, чтобы были видны некоторые мышцы. Я хочу сказать, что мне не очень понравилось и новость, и интервью. Объясню почему. Потому что мы ничего нового не узнали. Мы услышали, что в Минске появились наши любимые, мне понравились, площадки. Кажется, что они для детей, хотя мне кажется, любой, кто хоть раз в жизни увидит площадку, поймёт, что она не для детей, потому что там турник 2 метра высоту, до которого нужно подпрыгнуть. Это глупо говорить, что это может показаться на первый взгляд для детей. То есть люди не дураки, обманывать их и как бы, ну... Не все знают, что кофе состоит из... капучино состоит из кофе и молока. Ну, то есть это как бы глупо так говорить, не нужно говорить банальные вещи. Что касается интервью, мне тоже кажется, что... Ну, вот вопрос, какие... Очень странно был сформулирован, какие физические качества надо обладать, чтобы заниматься паркуром. Но мне кажется, здесь надо было чем-то другом, либо показать, что он вообще делает. Почему вообще вы интервью берёте на какое-то... Почему не обращаете внимания на фон? Почему на какой-то... Это же был фрагмент, Герман. Нет, я понимаю. Мы здесь работаем с тобой по принципу «хороший и плохой полицейский». Я понимаю, но а зачем... Зачем это писать было у свисла, чё у реки? Почему не на площадку подойти? Я спросила у человека, где ему было бы удобнее показать мне это. Он сказал, что ему нужна просто прямая поверхность и не нужны турники. Ну вот, надо поговорить было тогда, где этим можно заниматься. Я спросила. Ну... В моём полном интервью это было. Мне кажется, что... Люди выбрали этот фрагмент. Что это первый фрагмент, просто когда я смотрю, я хочу интервью любой, да, это не просто набор вопросов, это выстроенная история от начала и до конца. И мне кажется, что не с этого вопроса надо было начинать, а хотя бы ты нам просто обещала рассказать, что такое паркур, вот здесь вышло и обещала, а рассказала про особенности физиологии человека, ну, судя по вопросу, каким должен быть человек, чтобы им заниматься. То есть ты нас обманула. Ребята, а вы согласны с Германом? Ну да, я полностью согласен. То же самое место, раз была тема паркура, то можно было подобрать... Я согласен. Место можно, ну, действительно, тогда объясните мне, что мы сегодня с Пашей, Игорем, Петей встречаемся на площадке, паркуром можно заниматься где угодно в городе. Что такое паркур? Очень коротко. И человек отвечает. Может быть, сейчас Данила как раз нам расскажет, сделает небольшой мастер-класс по поводу своей новости. Выходи, пожалуйста, в твоё эфирное время на телеканале «Беларусь-2». Новость, которая, по твоему мнению, достойна внимания. Итак. Совсем недавно галстук спас грабителя. Объясняю, как это случилось. Грабитель ворвался в банк, украл большую сумму денег и убежал оттуда незамеченным. Как вы думаете, что было дальше? А дальше было всё настолько интересно. Полиция начала задавать вопросы всем присутствующим, которые были на этом, скажем так, мероприятии. И она не получила никаких ответов, кроме того, что на нём был очень красивый галстук. И это было настолько детально, настолько хорошо о том, что никто ничего не услышал про внешность, но все услышали только про галстук. А как вы думаете, кто ему помог? Понятия не имею. Об этом мы узнаем в нашем следующем сюжете. Раскрыть человека через одежду, следить за трендами моды, уметь сделать человека не только стильным, но ещё и привлекательным. Всё это заключается в одной нелёгкой профессии – шоппер. Я считаю, стильно не значит дорого. Я помогаю подбирать образы небогатым людям. Это скорее миф, что шоппер только для вип-персон. Самое сложное – это раскрыть внутренний мир человека, его образ жизни, жизненные устои через одежду. Помочь выбрать такие вещи, которые бы не висели мертвым образом в шкафу, а чтобы гардероб работал на человека. Для зрителей поясню, просто очень смешно было. Не Данила Лебедев в кадре был. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что интересная новость абсолютно неверно подана. Самая большая ошибка – вообще, как строится любая новость. Вы рассказываете, что, где, когда, подробности и вывод. В данном случае в сюжете есть вывод, но получается, что нет структуры. Ты даже не сказал, где это произошло. Мы все слушали, а где? Германии 6 апреля. Но время-то уже ушло. Все, что, где, когда. Подробности и вывод. Подробности тоже. Там было столько слов про полицейских, что они хотели допросить, это допросили, ничего не узнали. Хочется, чтобы ты наценил наше время, чтобы ты это все сжимал. А по поводу интервью твоего, мне понравились вопросы, которые ты задавал, мне понравилась форма, как это сделано. Но мне не очень понятен человек, который находится в кадре, он точно не вызывает доверия. А давай спросим, подожди, это вот твое экспертное мнение, да? Девчонки, а вы что скажете? Почему не вызывает доверия? Вы бы к такому шоперу пошли? Ну, нет, но очень милая она. Ну, нет, но очень милая. Нет, но очень милая. Ну, вообще, на самом деле, шопера найти очень тяжело, потому что... А это шопер был? Это неправда. Шопера найти очень легко, да. В Беларуси много шоперов. В моем городе я нашел только такого. Это мой преподаватель по вокалу, и он ходил на курсы шопера, шоппинга, стилист, дизайнер, и как бы по совместительству это все шопер. А как ты думаешь, какая целевая аудитория нашего проекта? Я даже здесь не про целевую аудиторию. Я про то, что если ты берешь у кого-то интервью, ты должен стараться найти максимального эксперта, который будет соответствовать твоей теме. Если ты не находишь такого, то не надо брать преподавателя по музыке, вокалу и так далее, который будет шопером. Но надо брать тогда другую тему, где ты можешь действительно найти специалиста, который ответит на твои вопросы. Вот видите, здесь в прямом эфире далеко не всегда участники нашего реалити соглашаются с, казалось бы, профессионалом своего дела, моим коллегой Германом Малычицком. Что вы думаете по этому поводу? Заходите в нашу официальную группу во Вконтакте и пишите, понравились ли вам сюжеты, интересные ли новости рассказывают ребята. Мы познакомимся еще с одной тройкой, но это сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Оставайтесь с нами. Проект «Пин-код» в эфире телеканала «Беларусь-2». У нас в студии находится очередная тройка наших участников реалити-проекта «Пин-код», где они стремятся стать ведущими нашего проекта. Рома, Илона и Эмилия. Привет, девчонки и мальчики. Привет, Джан. Привет, Джан. Как проходила подготовка домашнего задания? Ну, подготовка домашнего задания проходила не то, чтобы легко, но и не слишком сложно. Было интересно, потому что были классные профессии. Я почувствовала себя немного журналистом. А вот кого из этих ребят вы видите журналистом, в нашей официальной группе во ВКонтакте проходит голосование за человека, который, по вашему мнению, лучше всех справляется с домашними заданиями и ведет тебя в прямом эфире проекта «Пин-код». Голосуйте. Кстати, именно по результатам этого голосования кто-то из участников получает иммунитет. Голосование, которое у нас сейчас проходит в группе, будет уже передано на следующей неделе. Ну и, кстати, вот такую классную настольную игру от магазина домашних развлечений «Игромастер» вы можете получить. Став участником нашего интерактива. Нужно придумать интересную кричалку про одного из участников. И кто-то уже активно пишет. Давайте почитаем, что у нас есть. Ну вот, к примеру, Вадим Иванов пишет. На проект пришел Данила. Нервы, кровь и страх кипели. Он уверенный в себе. Позитив на высоте. Стать ведущим он стремится. Всего сможет он добиться. И тут еще очень-очень много букв. Так, вот, к примеру, Дарья Минск. Пин-код «Беларусь-2». Давай вперед, новый ведущий нас уже ждет. В рифму. Почти. Хотите получить такую классную настольную игру? Присылайте свои варианты. Возможно, именно вы получите настольную игру от магазина домашних развлечений «Игромастер». Рома, мы переходим к тебе. Твоя возможность проявить себя, рассказать новость, которую ты подготовил. И для зрителей посмотреть твое домашнее задание. Герман у нас сегодня, видишь, в таком серьезном узлом настроения, он будет критиковать, возможно. Ух, этот Герман. Ну, в целом ситуация такая. Мои новости нету, потому что, кто смотрел вчерашний эфир, я надеюсь, все смотрели вчерашний эфир, было видео, где нас обсуждал психолог. И где я говорю, что я не хочу просыпаться в три утра на доброй раннице «Беларусь». В общем, и когда нам нужно было сделать, скинуть все вот эти новости, я отсыпался. Поэтому смотрим интервью. Давайте посмотрим. Профессий много, но очень интересная профессия – спичрайтер. И о ней нам расскажет пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий. По своей основной должности я помощник министра пресс-секретарь. И понятно, что написание речей для руководителя министерства – это входит в мои непосредственные обязанности. Нужно понимать, что первая задача спичрайтера – это сделать так, чтобы в случае любого форс-мажора или отсутствия времени у руководителя он мог взять подготовленную тобой речь, зачитать ее, и она бы, скажем так, соответствовала ожиданиям аудитории. Случается ли, что человек, для которого написана речь, импровизирует? Герман, видно, что ты уже недоволен. Нет, мы посмотрели фрагмент. Я очень недоволен неподготовкой новости, потому что мы-то работаем здесь в прямом эфире. И, на самом деле, телевидение – это мир жестких дедлайнов. И если их не выполнять, то работать, мне кажется, будет невозможно. Можно быть очень талантливым журналистом, очень хорошо писать тексты, но если ты не умеешь работать в рамках дедлайнов, то, к сожалению, будет на телевидении закрыт. Как мне кажется. Ну ты про это знаешь, конечно. Но в том задании просто не был указан дедлайн. Понимаешь, неважно здесь указан дедлайн или нет, сегодня вот у нас эфир. Я так понимаю, новости не было. Все. А давай сделаем акцент на видео, которое Ром подготовил. Какие моменты тебе, может быть, понравились? Мне не понравилась подводка. Она была такая – все профессии важны, все профессии нужны. Но говорим про спичрайтера. Вот если очень коротко. А само интервью мне понравилось, кстати. Были конкретные вопросы, я понял, кто это. Мне было интересно послушать его дальше. Полная версия, кстати, у нас есть. Мы показываем, напомню, только маленькие кусочки, чтобы ваше время не терять. Мне, в принципе, понравилось. Найдется ли среди девчонок, которые остались на диванах, человек, который сможет удовлетворить Германа Малышицкого, вот такая подводка. Илон, тебе дает возможность? На твоей совести, Жан. На моей совести. Илон, твоя возможность, пожалуйста. Я это сказал. Ты можешь уже общаться со зрителями. Да. Знаете ли вы, что сделал Национальный банк Беларуси, чтобы цены в магазинах не росли? Он поднял ставку рефинансирования до 8,5% годовых. С одной стороны, кредиты стали дороже. С другой стороны, это способ ограничить предприятия, чтобы они не брали эти кредиты. И не включали проценты по ним в цену косметики, одежды или туфелек. И что мы видим? Доллар и евро пошли вниз. Так что наши путевки на море становятся немножечко доступнее. А о том, что банкир на самом деле это трейдер, смотрите в моем сюжете. Александр, трейдер это кто? Трейдер это торговец на рынке валют, акций, ценных бумаг. Суть его работы это арбитраж. На разнице он и зарабатывает. Арбитраж? Это как арбитр футбольного матча, что ли? Почти, только это не игра мячом, а игра валютой. Например, все банкиры это трейдеры. Они спекулируют на разницу курсов валют. Банкиры это трейдеры? А как же все эти картинки теперь, где много людей, которые махают руками, где много мониторов? Я думаю, что да, мы кусочек посмотрели. Здесь можно уже сразу сказать, что мне не понравилось, что мне понравилось. Мне не понравилась абсолютно тема, потому что все-таки мы должны понимать, кто у нас зритель, для чего мы это делаем. И мне очень странно, Илон, такой твой выбор темы. Темы профессии или темы новости? Девальвация и так далее. Но мне кажется, что все это, не знаю, мне лично это не так интересно. Но ты молодец, что ты, несмотря на то, что рассказывала новость, для многих может быть очень скучную, для многих полезную, но ты попыталась найти то, как это на нас влияет, на нашу жизнь, что вот подорожают путевки. О, мне тогда сразу стало понятно. Ну все, путевки подорожают. Я расстроился, уже забронировал белорусский санаторий. А что касается самого интервью, ты здесь на самом деле молодец, что ты не боялась, знаешь, показаться, ну такой вот, ну не то, что глупой, да, а показаться, ну, то, что ты чего-то не знаешь. Ты действительно не знаешь, что такое арбитраж, чем занимается арбитр. Ты не знаешь этого, и ты смело спрашиваешь. То есть я тоже не знаю, и ты это не стесняешься, поэтому это мне понравилось. Мне не понравилась тема. А еще из того, что мне не понравилось, то, что ты особо не слушала, не слушала человека, который тебе отвечает. Я видел, что у тебя прописаны дальше вопросы. Ты молодец, что подготовилась к интервью, но ты должна действовать по ситуации не исходя из тех вопросов, которые у тебя написаны. А из ответов. Сценарий. А исходя из ответов, понимать и слушать. То есть на интервью важнее не задавать вопросы, а слушать, чтобы зацепиться и пойти дальше. Илон, ты согласна с этим комментарием? Ну да. В принципе, да. Эмилия, человек, который по прошлому мастер-классу получил иммунитет и сегодня не вылетит из реалити проекта Пин-код. Приглашаем тебя, твоя возможность поделиться событием, которое будет интересно нашим зрителям. Пожалуйста. Всем привет, я сейчас расскажу вам. Достанешь. 24 апреля, а именно завтра уже пройдет ежегодная конференция IT in Trans. На ней можно найти ответы на такие вопросы, как попасть в IT и какие специальности популярны в данное время. И стоит ли вам идти на эту конференцию, узнаем в моем сюжете. Привет, Ильяс. И расскажи, пожалуйста, как ты пришел в эти сферы, с чего все началось, кто тебя мотивировал? Привет. В эти сферы пришел, осознал, что буду заниматься IT где-то в 6-7 классе, когда сделал уроки информатики. И тогда я плохо учился на самом деле, получал троечки. Понял, что нужно заниматься самим, понял, что нужно подтягивать свои знания. Начал в интернете искать всякие статейки, как программировать на Паскале и заниматься самостоятельно. И тогда мне это понравилось. Мы посмотрели кусочек, буквально один вопрос. Тоже тема, скажешь, неинтересная? Нет, тема здесь как раз-таки соответствует нашей аудитории. Мне вообще, Эмиля, очень нравится с той точки зрения, ты большая молодец, что ты интересуешься. То есть я вижу, что тебе это интересно. Я это вижу по взгляду. Мне понравилось то, что это хорошая съемка, что ты нашла возможность все это организовать. И это на самом деле очень круто. И вообще, что ты такая вот непосредственная и простая, да, как обычный человек, который просто хочет о чем-то рассказать. Это очень здорово. С точки зрения интервью, я смотрел его практически все, то, что ты прислала. Это очень хороший знак, потому что, когда я смотрел некоторые интервью, особенно врача в театре, я не хотел дальше смотреть. А твое интервью я посмотрел, мне было интересно, это очень хорошо. Вот мне кажется, по комментариям Германа невозможно понять, кто из участников останется в проекте, а кто вылетит. Но все ближе-ближе тот момент, когда мы вскроем вот этот конверт. А здесь как раз-таки находится имя человека, который на этой неделе уже покинет проект Пин-код и больше дальше не будет проходить обучение и мастер-классы. Вскрывать мы ему будем через несколько минут, а пока классная возможность для зрителей получить вот эту настольную игру от магазина домашних развлечений Игромастер. В нашей официальной группе ВКонтакте придумайте кричалку, девиз для одного из участников реалити, который сейчас на этой неделе принимает участие в проекте. Автор лучший, по нашему мнению, получит эту классную настольную игру. Ну а кстати, как играть в эту настольную игру, какие правила и в чем ее особенности, узнаем прямо сейчас. Привет, пин-кодики! С вами снова я, дарительница подарков. И сегодня я вам расскажу про игру «Неудержимые единорожки». В этой карточной игре есть все, что ты любишь. Единороги и разрушения. Собирай свою армию единорогов с волшебными способностями. Переманивай или заколдовывай единорогов соперников и захватывай мир. Перед игрой всем раздается по одному единорожку. Дальше мы смешиваем бонусы единорогов в одну большую колоду. Бонусы и штрафы помогут сделать это коварно, весело и непредсказуемо. И каждому игроку раздается по пять карт. Каждый ход делится на три фазы. Первая фаза — добрать одну карту. Вторая фаза — сыграть действия на карте. А третья фаза — сыграть карту штрафа или заклятия. Мне остался всего один единорог, и я победил, ведь для победы их нужно шесть. Если ты думаешь, что ты такой же везучий, как Илья, то участвуй в нашем интерактиве и забирай эту игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы свяжемся с тобой, поздравляем, ты стала победителем нашего интерактива. А теперь переходим к самому главному. К самому грустному. А почему я? Почему ты сразу ко мне обращаешь? Конверт в любом случае у меня. Может быть, какое-то напутствие для ребят? Ребят, относитесь ко всему серьезнее на самом деле. Хочется, чтобы вы, посещая наши мастер-классы, не просто слушали то, что вам рассказывают на них и так далее, а чтобы вы это применяли на практике. Это такое маленькое напутствие, маленькое пожелание. Потому что сегодня в интервью, к сожалению, практически у всех были одни и те же ошибки, которые можно было избежать, если вы внимательно отнеслись к мастер-классу. Может быть, у вас появились все-таки имена, которые вы можете назвать, кто, по вашему мнению, должен покинуть проект? Потому что вот эта вся ванилька, которой обладаете вы, не называя имен, стараетесь быть такими перламутровыми, прям не всегда есть хорошо. Я могу предложить, так сейчас сломать нашу всю схему, коль у нас еще есть немножко времени. Вот давайте так, если вы сейчас голосуете, принимаете решение все вместе, проголосовать за кого-то, кто убывает просто по одному имени, сейчас все скажете быстро, то этот человек и покидает наш коллектив сегодня. Ну только честно давайте, да? Чтобы это было хотя бы хоть как-то объективно, а не самых сильных убирать. Либо мы можем действительно открыть конверт и сказать, кто это будет. Решать только вам. Он сам все решил. На самом деле, мне кажется, все за то, чтобы вы сами открыли конверт. Все согласны? Можем проголосовать. Все лоббирует. Давайте, вы прям согласны, что Даника надо убрать? Поднимите руку, кто согласен. Нет, 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 нет. Это была плохая ошибка. Ну что, вы называете имена или мы вскрываем конверт? Решите, пожалуйста. Вскрывайте конверт. Я вам скажу так, что имя человека, которое написано здесь, очень сильно повлияла домашняя работа, которую вы делали вне эфира. Мы оцениваем и то, как вы ведете себя в эфире в том числе. Мы просматриваем всегда пятничные выпуски, следим за вами, насколько вы активно принимаете участие в той или иной новости в обсуждении. Добавишь что-нибудь? Нет. Итак, вскрываем конверт. Человек, который, к сожалению, покидает наш обучающий процесс, это Рома Минчуков. Ром, какие-то, может быть, свои эмоции, мысли? Может быть, ты считаешь, что это несправедливо? Нет, я считаю, было несправедливо по отношению к Виолетте. Верните Виолетту. А почему? Я не знаю, я просто так думаю. То есть ты согласен с мнением редакторской группы, что здесь должна быть твоя имя и фамилия? Твое? Я думал, оно будет вообще в самый первый раз. Ну, заметь, у тебя была сейчас возможность сказать, я не согласен, привести определенные доводы. И тогда вполне возможно, что-то изменилось. Нужно верить в лучшее. В любом случае, наша команда желает тебе удачи, успехов. Ты стал частью реалити проекта Пинкод. Ты получил определенную ценную информацию. Я уверен, она пригодится тебе в жизни. Мы хотим, чтобы вы понимали, что теперь с каждым днем будет оставаться все меньше и меньше участников. Мы не просто так сражаемся за возможность оставаться дальше здесь. Мы действительно ищем тех, кто пополнит нашу команду. Кто будет получать деньги, кто будет работать и кто будет появляться, самое главное, в эфире семейного, молодежного, прекрасного канала «Беларусь-2». Цените ту возможность, которая у вас появилась. Ловите каждый момент знаний, которые вы получаете на мастер-классах, потому что это правда важно. Далеко не всегда это вы узнаете в посевдневной жизни. А вы, друзья, смотрите молодежный интерактивный проект Пинкод. Отправляемся в заслуженные выходные и встречаемся с вами со вторника по пятницу в эфире телеканала «Беларусь-2». Пока!